Всем привет, друзья, гоните-попечки моего канала. Вчера у нас, конечно, была погода просто шикарная, но сегодня у нас опять дождь. Снег, конечно, у нас не закончился, пускай он немного идёт. Снег быстрее растает, но уже сегодня, конечно, прохладнее, чем вчера. Вчера, наверное, солнце градусов 15 было, сегодня, ну, максимум 7, наверное, может, 8, примерно вот так. Но точно не подходит к 10. Видите, ночью сегодня был заморозок, и в этом видео хочу вам рассказать про то, сколько по продолжительности можно хранить инкубационное яйцо, сколько по времени нужно его собирать, и при каких температурах его держать, и в каком положении. Об этом и во всём хочу вам ответить, и подсказать, и помочь вам в этом вопросе. Вот, здесь у нас семейка серо-жемчужная. Кстати, они несутся все, ну, вдвоём они. Селезень уже вроде бы топчет их, потому что в прошлом видео я, ну, позапрошлым вроде бы показывал, что проверял яйца, потом ещё два яйца проверил, они все оплодные. Все яйца от двух семей оплодотворённые. Вот здесь уточки от той семьи, они немного грязноватые, потому что когда выпускал туда, селезень топчет их, а в это время они в грязи. Поэтому вот, получается, что они грязные. В общем, подойду ближе к вопросу. Вот сюда принес инкубационное яйцо. У меня сейчас всего вот накопилось 29 штук. Сегодняшнее яйцо я ещё не собирал. Вот эти вот два ряда, это яйцо от серо-жемчужных, именно вот от них. Получается, сколько тут? 8, 9, и ещё сегодня два яйца должно быть, сейчас проверим. А эти уже от голубого селезня и цветных белых уточек. Получается, смотрите, яйцо вот, думаю, видно, может здесь плохо видно, вот в этом точно видно, один конец острый, другой тупой. И яйцо храним тупым концом вверх, вот таким образом. Я храню вот в таких лотках. Если хранить в горизонтальном положении, то яйца нужно переворачивать хотя бы один раз в день. А если они хранятся вот так, то переворачиваю, в принципе, и не нужно. Вот, потом ставлю вверх ещё один ящик, и примерно так делают. Больше двух яйцов не ставлю, чтобы нагрузка на яйца не была. Значит, храню при температуре, у нас там примерно, наверное, 15 или 20 градусов в помещении, где я их храню. Ну, это для них нормальная температура. Ниже 10 хранить не рекомендую. Ну, а если, конечно, в гнезде они хранятся, ну, у уток, то ничего страшного, потому что уточка один раз залезает к яйцам и их прогревает. Поэтому, если дома хранить их где-нибудь, 15-20 градусов, думаю, нормально. Вот. Дальше. Сколько дней собирать яйцо от мускусных уток? Я собираю дней 15, потому что у мускусных уток срок яйца чуть больше, чем у кур там или индюков. Прошу прощения. Потому что у них, как бы, вот этот налёт есть, вот смотрите, вот здесь очень хорошо видно. Вот, вот этот налёт, и где-то он стёрся, а где-то нет. Из-за этого налёта у них яйцо, как бы, менее подвержено каким-то... Туда воздух, короче, меньше проникает, чем у остальных яиц. У них вот эти вот поры закрыты. Поэтому они могут храниться чуть больше, чем у куриных, например, или у другой птицы. 15 дней храните или собираете на инкубацию. Это уже будет без каких-либо последствий. Потом уже можно и до трёх недель. Но тогда уже те яйца, которые старые, у них выводимость... Ну, процент того, что оттуда выведется птенец, немного сократится. Но всё равно тоже вероятность того, что выведется, очень большая. Потому что, когда уточка, например, яйца... Яйцекладку делает себе в гнезде, они там и до 20 яиц несутся, и 25 иногда бывает. Поэтому вот если 25 дней, например, она несётся 25 дней. Потому что каждый день по одному яйцам. Вот. Самый главный вопрос. На самый главный вопрос, думаю, ответил. 15 дней без всяких последствий спокойно собирать можно. А я всегда собираю примерно 15. Может, иногда 16 бывает. Но слишком долго тоже не следует. Дальше, чем это не нужно. Вот. Ещё вопрос такой был. Уточка сегодня снеслась. Ну, вчера снеслась, и сегодня яйца нет. Или несётся через день. Если у вас несётся уточка через день, то, скорее всего, вашим уткам... Ну, недостаточно сбалансированное питание. И не хватает там в организме... Не знаю там, чего им не хватает. Каких-то витаминов, элементов. Может быть, кальция не хватает для того, чтобы сформировалось у них яйцо. Поэтому оно чуть дольше. Из-за этого обычно это и бывает. У меня сейчас, на данный момент, как я уже сказал, в этой семье несутся все. А в той семье несётся три уточки. Одна пока в среде несётся. Но сегодня там вроде бы в гнезде было два яйца. Я там так немного увидел. Вот. Сейчас посмотрим у этих, сколько сегодня там яиц сделано. Посмотрим сейчас так. Вы мне там яйца не разбейте. Вот. Несутся они в этом гнезде. Вот. Две штуки забираю все. Вот такие красивые яйца несут. Вот. Что-нибудь сюда вам показать. Это у меня сейчас от стержа жемчужных. Поэтому положу их вот так. Здесь у меня вот яйца наполнилась уже. Думаю, завтра яйца мускусных уток заложу. Потом через несколько дней доложу к ним гусиное яйцо. Вот. Эта семейка немного грозноватая. Уточки белые, потому что... Но вот эта уточка вот искупалась там, когда я их выпускал. Она чистенькая. Так, сейчас посмотрим, сколько яиц у вас. Так. Сколько тут? Два вроде бы. Одно яйцо немного мелковатое. И с кровью. Смотрите. Может быть, какая-то уточка первый раз снеслась. Но, в принципе, иногда такое бывает. Это яйцо хорошенькое. А там одно лежит. Это подкладное яйцо куриное. Здесь нет. Здесь одна уточка один раз снеслась. Больше нету. Обычно все троём, которые несутся в одно гнездо. То ли белые три несутся, то ли это несётся. Точно не знаю. Не видел. И точно не следил. Сейчас буду им наливать водички. Вот им немного постелил тут. Потому что здесь, а дожди, там дык есть в теплице. Немного проникала вода. И немного там грязно было. Сейчас добавлю ещё корма. Хотя у них тут есть. Добавляю я туда всякие добавки тоже. Ракушка тоже стоит у них. И у той семьи тоже. Сейчас пойду положу яйца обратно туда, где я их храню. Вам тоже заодно покажу, где они у меня лежат. У меня здесь вот такая полочка. Здесь у меня вот гусиное яйцо. И здесь гусиное тоже достаточно много. Могу рассказать, кстати, про хранение гусиного яйца. Сейчас я осторожно положу. А то одной рукой тут мало ли. Можно осторожненько вот так. Вот. Вот. Тут, получается, у меня сейчас всё занято. Я вот так уберу эти яйца. Сверху сейчас положу ещё одну ячейку. Вот так я ставлю сверху ещё одну. Так, это у нас получается от... Так, кстати, вот это яйцо слишком маленькое. Я его на инкуляцию брать не буду. Пока поставлю туда. Потом, в принципе, можно его... А это у нас от... Сверху из интюжных. Поставлю вот так. Вот так. Вот это сюда. Тут, конечно, темно. Вот. Вот так он в шкафчике. Закрываю его. И всё готово. Это у нас котельная. Здесь у нас стоит газовая... Вот эта колонка. Всем большое спасибо, кто досмотрел этот ролик до конца. Надеюсь, я вам смог помочь с этим вопросом. И теперь у вас нет никаких вопросов, как хранить и сколько времени собирать яйцо мускусных лодок. Всем большое спасибо ещё раз. Всем пока-пока. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Всем помогу, отвечу. Ждите новые ролики про моё хозяйство. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok